Доброе утро! Сегодня суббота. Число не помню. 19 августа. Подъем. Светит солнце. Там где горы, там город... Вчера мы смотрели с аэропортом. Небольшой аэропорт, видимо, Лакнесс. После просмотра этого видео напишите ваше мнение об этом видео. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте палец вверх. Делитесь роликами с друзьями, а также подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокол, чтобы получать уведомления о новых видео. Отдыхаем в кемпинге. Не кемпинг, а дикая стоянка бесплатная для заезда с дороги. Заезжаешь сразу. Здесь вот туалет. Два туалета с раковиной и горячей водой. Очень удобно. Дорога выше проходит. Здесь поворот сюда. Такое уединенное место. Мусорка. Все есть. Ну и вот здесь на полянах размещаются уже отдыхающие со своими машинами. Ну, как правило, здесь отдыхают норвежцы тоже в специальные дома, машины-дома. И мы здесь разместились. Тоже переночевали сегодня. Вот палатки у нас тут были. Сейчас уже собираемся. Утро сегодня хорошее, солнечное. Поляна, где мы кушаем. Через час мы уже поедем дальше. Отсюда на велосипедах. 18 километров. До музея викингов. Дальше после музея поедем, если погода будет хорошая, также на велосипедах смотреть окрестности. У меня подписано. Вон, смотри. Мады в Финляндии. Вася взял нашу ножку. Я влезал нашу ножку. Вася. А я? Вася облезал нашу ножку. Погода еще одну облезать. Вот наша палатка собирается. Уже тент сняли. Просыхает. Вот процесс сбора палатки. Мешков спальных. Проснулись. Проснулись. Может сигары едут? Ноги разминать надо. Что-то сегодня мы последние, правда. Да. Ну давайте. Мы собираемся ехать дальше. Музей. Море. Велопробег сегодня будет у нас. Наверное, я сегодня не осилю. Красота, ребятки. Солнце утреннее освещает горы. Лак-Несс город. Лак-Несс впереди. Со своим аэропортом. Красота. А есть вот территория. И там дальше туда спуск такой к водоему. И там ладья видишь, что стоит. Вот, да. В прошлом году здесь был фестиваль и группа к ладье не ходила. Ну, то есть они здесь застряли и вот остались. Вот, в общем, внутри помещения платно, там билет покупается. Ходите, смотрите. На территории это самое. Сейчас я по времени... А сколько интересно внутри? Вы были в этом? Музей викингов приехали. Они рады за это платить не хочется. Мне было. Да ладно. Давайте час. Потому что тут особо ходить-то негде. Значит, походили, посмотрели, пофотографировались. А значит, мы с вами в любом случае у машин должны встретиться в полдвенадцатого без пятнадцати двенадцатого. Вот этот промежуток. Хорошо? Потом загружаемся на велосипеды и в двенадцать выезжаем в направлении первых семнадцатого километра. Че, понятно че? Железный век. Потом серия этот... Медный. Трасса все Е10 идет наша. Пошли. Касса. О, аудиогид. Кстати, смотрите. Я сфотвал. Мы стояли в той, я это видел, мы проезжали в кемпинге, где мылись, где хорошо отдыхали ночью. Там такой же трактор, шестиколесный, вот тоже Фергюсон. Музей викингов, а тут трактор при входе. Что он обозначает, никто не знает, да? По современным, там по вайфаю можно аудиогид и подводить. Вася сломал древнюю книгу. Древний, юбердейм. Ископаемые. Прямо вот они такие были, то есть. Да, красавцы. Вот они, викинги. Красавцы. Костяной меч мы нашли здесь, из китовой кости. Вот фильм здесь показывает, демонстрация историй. Кабаны живые. Ой, сами какой красавчики. Полосатенькие, сами. Кабанчики. Если дотронуться, они где-то защищают. Вот он, вот он. Видишь, как волосатый. Вышел. Кабаник. Это, наверное, кабаник? Кабаник, да, да. Вот он домик. Викингов. Вот это вот дом вождя, смотри. Да. Такой вид шикарный. Панорама просто завораживает. Заходите в гости. Пойдем. В гости. Мы не немцы? Она спросила нож. Газ горит, да? Сделан музей, по которому можно ходить, трогать все стилизовыми. Даже меч можно потрогать. Музей викингов. Видишь, сушится. Рыбка, трава, все. Чай, еда. Дрова там у них. А тут что? Тут туалет. О, викинги хорошо жили, смотри. Викинги хорошо жили, смотри. Это сауна, да, да, да. Раскутки здесь были. Через километр у нас будет... Дракар. Как он называется? Дракар. Дракар. Это корабль викингов. Но надо было, конечно, от дома до Дракара, надо было взять нам, наверное, рюкзачок с бутербродами. Пока дойдем, наверное, проголодаемся. Церковь. Мы идем еще по территории музея викингов. Но к Дракару, кораблю викингов. Ну и там представление. Еще надо пройти километр. Сам музей у нас остался позади, вот за этим холмом. Сегодня у нас прямо лето. Тепло, солнце. Хочется даже шорт одеть. Вон ляжка стоили. Гора такая. Трошка через живописный лес. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Такой суровый лес. Суровый лес такой северный. О, ветки такие. Вот. Здесь живут викинги. Такой лес. Древние викинги. Суровый лес. На корабле викингов можно поплавать. На корабле викингов можно поплавать. На ровнее кидает. Он у тебя летит и вращается в воду. Чтоб он летел. Вот, хотя бы так. Чек, может, у папы спроси? А я не знаю, Дим, чек улетел тоже, что ли? Кого? Ну, чек от покупки. Я выкинул. Ну, вообще. А у меня наклейка куда-то упала, отвалилась. Но по чеку можно было на кораблик. Целый час у нас будет ждать. Как кто ждать-то? Мы все здесь. Кто будет, кто поедет в музей викингов, дают наклейки на себя наклеивать. Вот такие вот. Вот. И чеки. Чеки не выбрасывайте. Потому что с чеками можно сплавать на корабле викингов бесплатно. Ну, входит в билет, в стоимость билета. Вот. Ну, а мы что-то пришли, чеки сразу выкинули. Наклейки наклеили, а чеки выкинули. Поэтому чеки сохраняйте, можно сплавать. Пришлось бегать. Выкинул с дури. На входе прям мусорка стоит. Чеки выкинул свои. Ну, пока в помойке рвется. Нашел испанский на 10 человек. Чеки, может, пригодятся. Сейчас сыграем под испанцев. Вот так вот. Решили поплавать все-таки. Угу. Сами надели жилет. И поплывем. Может, сходим за Лену, за Юлей. А где они? Загружаемся. Ты иди, бед сюда со мной, сядь. Я хочу купаться. Да что ты какой злой, а? Взлюка, взлюка. Анжелика, говори, что надо делать. Сядь ровно. Ну, я и так нормально сезон. Нет, мы должны стоять там и стоять. А, ну, ты сидишь. Так я сейчас уйдет. Ты можешь подниматься чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть к концу. Привет! Ура! А не надо тут нечего смотреть. Нечего смотреть здесь. А куда он может пройдет? Вот, тебе места много. То есть, что ты... Ну, сейчас перевернемся так туда. Вот его, брата. Ну, перевернемся. Капитан, улыбнитесь. Отплыли. Куда держим курс? Гриша. Блин, фокус. Он у тебя включен вообще? Включите, пожалуйста. Там холодно. Красивая женщина. Покажите мне. Можете мне с ней просто красиво? Я хочу тоже смотреть. С кем? Она очень красивая женщина. С твоей витингши. Давай? Конечно. Я тоже хочу. Она поразила мое воображение. Она очень красивая. Запала в душу. Сердце порвало. Штаны у нее. Изнутри. Все такие смотрят. Но она красивая. Швартуемся. Фермерское угодье Норвегии на территории. Вот они так траву собирают, запаковывают. Интересно. Аппарат. Комбайн какой что-то. Вот. Перекусили. Сейчас 17 километров велопробега будет. Готовимся после трудного. После трудного вчерашнего восхождения. Ножки болят почти у всех. Хотели 40 километров сегодня дать. Но вот сначала 17 километров. Потом уже по силам. Кто захочет дальше может поехать. Поехали. Поехали. Едем вот по такой велодорожке. Такая дорога. Значит у нас наверное не в каждом населенном пункте есть для машин чисто. Или в каком-нибудь деревне. Вообще об этом можно только мечтать. Здесь вот такая велодорожка. Она сделана ровно в половину. Вот рядом с левой стороны проездная. Автомобильная дорога. А здесь вот вело. Велодорожка. Ну как тротуар. Вот знак как раз. Для людей, пешеходов. И велосипедистов. Ну классно. У нас было бы так конечно. Здесь практически никто не ходит пешком. Все на велосипедах. И мы решили прогуляться, прокатиться. Все на велосипедах. Все на велосипедах живут. Народу мало. Что-то вот в этих поселках всех. Вечером едешь. Свет так особо и не горит. В домах. Не знаю где все люди прячутся. Вот вроде бы. Это какое-то хозяйство фермерское. Тишина. Никого нет. Один трактор там где-то работает. Он в поле. Все. Может он один и работает. О. А вот домик с травяной крышей. Прикольный. Сейчас сфоткаемся. Вон видите. Такой вот интересный домик. Что-то вот так у них принято траву кидать. На крышу. Такая гряда гор стоит интересная. Тут ровнее там горы. Нет здесь таких поселков, сел. Здесь сразу много домов. У них такие как типа ранчо. Каждый живет обособленное. Своё хозяйство вокруг дома. Поля там и всё прочее. Что касается такой более-менее сельской местности. Потому что у каждого дома своё поле. Вот они. И ещё я так понял, что почему красиво так всё у них. Земли не так много. И всё, что вокруг дома вспахивается, засеивается травой, пшеницей. Видели там овёс, горох. Вот. Поэтому смотришь горы, лес и красивые поля. Но это, как говорится, от того, что земли пахотные мало. И вот они всё пытаются засеять всё, что можно. Красота. Перерывчик. Как он и дал, что у них колесо. Ну, могу, вот, есть крючок накидной. На 13 или на 14. Да, за что? Да нет, это ты его забираешь. А, ну вот. Нет, нет. Блин, давай его открутим. О, как он не сейчас. Ой, миш. Чё тебя фоткать? Мога красота. Я тебя снимаю. Могли бы вот остановиться. Чуть-чуть сфоткаться общей фотографией. Да. Ой, Дима. Свернули на просёлок. Едем дальше в деревню. Гора, как взлётная полоса. А, да. Аэродром на горе, видишь? Аэродром. Красивое поле у нас на пути. Что там пишут? Не ходить? Или под напряжением ограда. Да ладно. Ни хрена себе. Ну, там, наверное, скот пасётся. Наверное. Видишь, что или дзвердики ходят. Чего? А это частная территория? Не, это под напряжением ограда. Чтобы обходили. Это чтобы из леса не ходил. Да, там не дотронётся. Даня под напряжением? Да, да. Попробуй. Тут написано. Дотронься языком, да. Там небольшое напряжение. А в норвегии змеи водятся? Сейчас узнаем. Мам, здесь черники. А, это Вереск? Только он какой-то короткий, что ли? Подходи сюда. Какая красота у нас здесь. Дорожка извилистая. Идём мы в гору. Или едем. Давай, давай, давай. О, о, о. Чё, Анжелика? Давай, давай, на камеру. Везде красиво. Где здесь некрасиво? Везде хочется сфоткаться. Вон там, ох, там озеро какое-то. Должны были встречаться со своими автобусами здесь. У них что-то нет. Вот, ставим, решаем, куда же нам дальше податься. Бригада. Бригада отдыхает наша. А впереди. Красотень. Потом он говорит, доставайся, фотки, фотки. Они говорят, нет, отвезите нас обратно. Ну и всё, пришлось так на парусе идти. А, на парусе. И девочка нам всё. Но без мотора. Без мотора. А парусом давали порулить? Нет. Нет. Едем в тоннели под водой. Тише. Не разгоняемся. Ехать тихо. С фонариками надо. Наша бригада уже улетела. Нас не ждёт. Едем, едем, едем. В горы. Подустали уже немножко. Тут уже, наверное, километр 25 какой там ещё с туннелем. Мне кажется, больше даже, да? Едем, едем, едем. Сдались чуть-чуть. 18 километров. Ну что это? 4 часа идти с такой скоростью. Мы крутые. Крутые перцы. Ну да, емся рекорды. Чё, чё ещё раз? Я лучший велосипедист в этой группе. Видите? Да, да. Вот так. Тебя не догнать. Вообще. Очередная фотосессия. Камень, сколько? Блин, вообще, да, такое. Красота. Скажите, это что у нас? Нет, ну это море норвежское или это океан? Я знаю, что когда... Я не понимаю, почему он говорит, что он ходит, ну, там, в море. Здесь есть ли океаны, вот эти все будки, которые есть, это всё... Горки. Солёная она, конечно. По берегу океана мы едем, 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 в далёкие края. Очередная остановка посмотреть на горы. Ух! У нас уже обед ждёт, давайте поедем. Давайте, давайте, быстрее, быстрее! Ух! Вот уже стоянка недалеко. Обеда. Первая группа заждалась. Поедем не спеша, устали. Всё, едем и едем. Вот мы и доехали. А вот и мы. Прибудем. Спасибо. Какая красота, да? Мы на крае не доехали. Нет, край имею в виду, там океаны. Да, да. Вот мы. А этот последний остров вводим, да? Ага. Внизу. А, ну, это какие-то маленькие. Ну, здесь автодома из уже многих стран. Дания, Франция, Польша, Болгария. Вот я вижу, там дальше ещё какие-то машины стоят. На берегу океана. Белый песочек, холодное море. Облака красиво огибают голову. Сейчас только прилетели. Вау. Это что такое? Тарелка. Облако. Где? Тарелка? Ну, смотри, как тарелка выглядит. Она такая стояночка. Сейчас пообедаем. И пойдём пешком ночевать на берег. Сейчас уже полдевятого. Красиво. Ужас. Субтитры сделал DimaTorzok